На протяжении месяца в историческом центре Бреста на Комсомольской шли работы по замене столетних керамических труб на полиэтиленовые. Такие реновации, как следствие перекрытия улицы, у многих вызывали нарекания. Но принимая факт неудобств для жителей этого района и для водителей, специалисты Брест-ВД-Канала выполнили работу раньше предполагаемого срока. Основные наши трудности по работе это коммуникации подземные, то есть такие как газопроводы, где-то силовые кабеля, кабеля электричества, освещение, пролегающее в грунту над нашими коммуникациями. Для того, чтобы все это выполнять быстро и в сроки, такие были оговорены, у нас был изменен режим труда и отдыха на предприятии. Была увеличена бригада и был сделан график работы два через два, то есть два дня по 11 часов, чтобы не было никаких перерывов в производстве работы. В состав строительно-монтажных работ помимо улицы Комсомольской входили еще две – Пушкинская и Маяковского. Полностью дорожное полотно специалисты Брест-ВД-Канала ни на одной из них не вскрывали. Климатные работы здесь осуществляли методом релайнинга, суть которого заключается в том, чтобы новый трубопровод прокладывался внутри уже существующего, что позволяет глобально не затрагивать благоустройство близлежащих территорий. Работы мы немножко завершили раньше, троллейбусы мы пустили уже неделю назад. По метражу получилось, что мы переложили 1561 метр канализационной трубы вот на этих трех улицах, установили 11 новых смотровых колодцев и отремонтировали 33 уже существующих с заменой плит перекрытия и установкой новых плавающих люков. Да, работ сделано немало, несмотря на то, что многое зависит не только от трудолюбия специалистов, но и от погодных условий, которые в этом сезоне непредсказуемы. Завершить ремонт и замену инженерных коммуникаций в центре города специалисты Брест в этот канал планировали до конца месяца. Обещали – сделали. Теперь дело осталось за малым. Отремонтированные участки улиц передать ведомство работников дорожного эксплуатационного предприятия. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.